так всем добрый день скажите слышно меня видно все ли у нас хорошо жду от вас сообщение всем здравствуйте еще раз доброе утро слышно видно полет нормальный отлично наверное подождем немножко чтобы люди подключились не знаю минутку одну-две минутки отлично значит те у кого вот эти этапы более этапы прохождения более эти уровни 14 есть распечатанные пожалуйста возьмите у кого нет возьмите ручку тетрадку и соответственно мы сейчас их запишем потому что без без видения этих уровней как бы нам сейчас будет трудно говорить я буду говорить мы находимся сейчас на седьмом уровне и вы будете спрашивать а что такое 7 уровень и поэтому необходимо вот такой как вот у меня бумажка есть вот вот эти этапы трансформации ложного эго необходимо иметь перед собой все эти 14 этапов повторяю у того у кого этих этапов перед собой нет распечатанных соответственно пожалуйста возьмите ручку тетрадку я их сейчас продиктую для того чтобы ну ну контролировать ситуацию чтобы вы могли следить за моим ходом мысли сегодня у нас 3 зада 3 лекция семинар трансформация ложного эго под влиянием более или страданий душевных физических принципе не играют роли из-за каких-то потерь и так далее что-то с нами происходит не как мы хотим и вот когда что-то случается не так как мы хотим происходит это ощущение более сердце нам больно некомфортно и определенным образом это влияет на наше представление себе на наше представление о своем счастье в конечном счете кто мы такие и зачем этот мир таким создан до встает вечный вопрос зачем все это надо к чему все это да это очень важный момент и мы сегодня подробно уже живыми примерами начнем разбирать все то что я объяснял в первых двух лекциях я надеюсь все прекрасно понимают что он от теории до практики огромная пропасть лежит и что без теории обойтись нельзя потому что если у нас нет теории то когда придет время практики у нас не будет некого алгоритма действия как мы должны действовать но если даже у нас есть алгоритм если мы понимаем что с нами будет что ожидаемо еще нужно точно понимать как этим алгоритмом пользоваться как получить максимальную так скажем пользу выгоду из тяжелой иногда порой очень тяжелой ситуации да поэтому настройтесь на практическое занятие а что это значит это вам нужно для того чтобы стать позитивными в этой жизни очень часто есть такое люди пользуются вот этим с моей точки зрения вульгарным выражением ой главное позитивная мысль вот главное позитивная мысль все на самом деле хорошо не надо говорить что все плохо надо говорить только все что все хорошо но в чем тут вульгарность в том что достигнуть этого состоянии довольно трудно имитировать его легко имитировать да ой ой как все хорошо птички щебечет да но смерть и приближается ой не надо о плохом думать а почему это плохо кто сказал кто сказал что это плохо да поэтому на самом деле это абсолютно правильная мысль все в этом мире хорошо никаких проблем на самом деле нет но для этого нужно изменить трансформировать ложные и это не просто этому будет посвящена наши следующие еще наверное две лекции я буду вас этому учить и и я надеюсь что в конце концов вот это выражение все на самом деле хорошо станет для вас реализованной реальностью реализованной очень важно реализованы они просто обла-бла-бла и так сейчас я повторю эти уровни и те у кого они не выписаны пожалуйста возьмите ручку бумажку и за мной записывать и так стадии трансформации ложного эго первое страх волнение предвкушение предвкушение это первый уровень когда допустим мы предчувствуем осознаем или нам просто об этом говорят будет больно эти стадии не у всех потому что иногда она настигает боль внезапно без предупреждения да то есть мы раз и попали в катастрофу через пять минут у нас уже эта боль присутствует или раз нам объявили о какой-то потере или нас обворовали нас к этому не готовили да поэтому мы даем общую широкую схему иногда несколько пунктов особенно первых их может не быть в силу того что страдание приходит внезапно и так сначала предвкушение волнение страх это первый уровень нам говорят и мы спугаемся испытываем страх волнение такое мой господи да что ж такое мы начинаем предвкушать развивать эту идею и наконец-таки боль приходит и наступает второй уровень возбуждение адреналин сопротивление противостояния это я много слов говорю но суть его в одном возбуждение как же больно господи мы впадаем в новое состояние выделяется адреналин и появляется возбуждение в нервной системе в уме да и третий уровень заключается в том что внезапно мы становимся буквально поглощены этой болью и вот третий уровень имеет под собой раз два три четыре пять пять под пунктов у третьего уровня 5 под пункт которые как бы у разных людей проходят по-разному но мы как бы мыслим широко максимально охватываем вот что такое поглощенность состоянии вот этой боли которая нас посетила первый очень важный аспект что вот это поглощенный заключается в том пункт а это отождествление себя с этой боль мы буквально ни о чем другом не думаем мы просто концентрируемся и в этом смысле мы в этот момент отождествляем себя с боли вот такое состояние второе мгновенно он начинает искать быстрые решения и так как ум постоянно ищет быстрые решения у нас тоже происходит поглощение на самом деле поглощенность этим состоянием на самом деле это своего рода медитация да но навязанная нам определенными страданиями да эта медитация происходит автоматически против нашего желания мы просто никуда не можем отделать от этих навязчивых ощущений на и так поиск быстрых решений мы начинаем в уме пытаться быстро решить эту проблему таблетка бегом к врачу я говорил о том что я говорил о том что ой я забыл отвлекся на комментарии пойдем тогда дальше и так третье острое желание освобождение от боли доступными вам до этого методами острое желание освобождение от боли поиск быстрых решений он в этом ты заключается что мы пытаемся решить доступными нам в нашем опыте решение например отречения вот вам нагрубили настолько больно это грешно пошел ты не хочу тебя больше ведь может мне вообще исчезнуть из твоей жизни как быстрое решение убежать если есть опасность отречься если больно и так далее и у нас очень сильный энтузиазм буквально если это в семье тут же хотим развестись прям сразу потом через неделю даже можем удивляться насколько у нас сильный был энтузиазм но в данный момент нам кажется этот энтузиазм оправданный как бы правда на нашей стороне и это буквально единственное решение до такой очень важный момент а острое желание освобождения доступными нам в нашем опыте решение нашим у нас же есть опыт как рим мы решали эту боль и вот мы достаем из банка данных этот опыт и пытаемся им решить проблему следующее в чем проявляется поглощенность этим состоянием потому что это длительное время поглощенность то есть это не на пять минут это может растягиваться несмотря на то что мы ищем быстрые решения я потом объясню что на самом деле с точки зрения философия означает быстрые решения ну в любом случае эти быстрые решения могут одно решение быстро не сработало мы ищем новое решение быстро быстро то есть вот что есть вот что под руками есть всем этим пользуемся под другами другие инструменты будем ими пользоваться и так далее поэтому следующий подпункт приоритет этой цели у нас же есть еще куча других вещей которые надо делать начать буквально парализуется этим состоянием и ни о чем другом ему серьезно думать нет шанс он буквально поглощен этим состоянием все остальное как бы человек не замечает в этом есть поглощенность поэтому будет своего рода медитация может быть очень глубокий и если если во всем этом процессе мы не достигаем успеха иногда достигаем же то происходит паника начинается паника у месяца нет решения не работает не работает вот этот банк данных в котором у нас в уме лежат по полочкам разложенные виды решений такого рода проблем исчерпывается начинается паника я не справлюсь нет возможности шансов нет и паника плавно переходит в определенное состояние сознания уже проявлено да это четвертый пункт подпункты закончили сейчас идет четвертый пункт я называю так называемой первой ломкой первым серьезным стрессом уже глубоким он выражается в том что мы теряем надежду и негативно видим ситуацию негативно видим ситуацию где в разуме все плохо все время плохо все все надежды нет крушение такое все на мир чернеет вся атмосфера все вокруг становится в черном свете пятое ум уже может не искать решение он отчаялся банк данных закончен по поиску решений все исчерпано является очень интересное чувство ох оно интересное гнев это пятый пункт гнев ярость тут начинается обвинение других и желание мести оно как бы сначала тоже может быть обвинение других но здесь после того как мы исчерпали все методы решения и видим что мы не можем избавиться от накативших страданий мы не можем исправить ситуацию но мы не можем ее принять мы просто понимаем что надежд мало отсюда и появляется гнев так как мы не удовлетворены то есть ситуации которые уже как бы проявлены становятся негативно да поэтому устойчивое устойчивое желание мести и обвинение других гневное такое обвинение других ярость желание совершить насилие я забыл включить запись так сейчас секундочку и так это мы повторяем стадии трансформации сознания под влиянием страданий да и мы пришли сейчас к пятому пункту обвинение других желание мести но очень часто мы не можем это сделать мы не всесильны мы не можем отомстить или это займет довольно долгое время или у нас не хватит на это сил денег там чего хотите ресурсы нет если ресурс есть то на самом деле происходит так называемое отклонение мы кидаем все усилия чтобы отомстить и это очень интересно потому что боль от этого не уйдет вот что интересно да но происходит временное облегчение потому что мы на другом концентрируемся то есть тело само действует определенным образом чтобы дать определенную передышку поэтому вот эта концентрация на боли или концентрация на месте на месте другим она вот как бы взаимозаменяемо происходит и поэтому такое хоть какое-то разнообразие в жизни немножко пострадали подумали как отомстить подумали какие все плохие какие гады немножко отдохнули опять боль то продолжается страдание то идет поэтому соответственно теперь опять страдаем и это вот так вот немножко вниз вверх проявляется а вот это пометьте себе с первого по пятый уровень присущи любому живому существу даже кошкам и собакам даже животным а вы скажете собакам кошкам да кошки мстят у нас кот если что не так да он может отомстить серьезно я видел это у животных проявлено а уж людей независимо от их уровня они могут быть атеисты они могут быть духовными живыми существами просто отличие что материалист он будет концентрироваться на этом уровне убить билла фильм кто-то может быть смотрел вот там главная героиня цель жизни у нее становится вот эта месть да боль от потери ребенка боль от всего она остается в сердце да потеря родственников но теперь смысл жизни сводится к этой мести и так вот разбор вот этих пяти пунктов интересен любому человеку кто сейчас находится на нашей странице потому что независимо от веры независимо ни от чего живое существо будет циклически получать вот эту как бы с появлением новой ситуации новой боли нового вида боли живое существо будет проходить вот эти пять пунктов шестой пункт требует уже определенного духовного развития какой же он я его называю второй ломкой или вторым кризисом правильно сказать да принятие в себе духовно дурных качеств принятие в себе дурных качеств между пятым и шестым уровнем может быть огромное количество времени а может произойти за день а может за час да в пространстве то есть во времени этот процесс может быть очень сильно растянут зависит от духовного уровня и так второй кризис это вдруг мы начинаем видеть насколько насколько же мы жестокие ненавистнические что на самом деле мы никого не любим что мы эгоисты ненавидим всех потому что вдруг почему-то все не так как мы хотим помогает в этой ситуации информация о том что кто-то испытал какую-то тоже боль и мы читаем или вдруг на милость у бога может прийти информация о том как кто-то переживает в сто раз большую боль и у этого человека больше сострадания больше принятия и вдруг на фоне чужой боли мы смотрим о господи у человека в пять раз ситуация хуже а ведет он себя в десять раз лучше а у нас ситуация вроде такая простая но разбили нам машину господи это же кусок железа а уж я тут и зашел в ненависти ко всем и вся готов сжечь сервис там да так я же урод вдруг человек видит и вот эта стадия важна тем что мы вдруг видим мы вдруг видим что мы на самом деле далеко не лучшие люди на вот тут пишет в комментариях джулия супер написали да вот как бы подумать зачем человек серьезные говорящие серьезные темы да что ты там себе нарисовал не хочется да вот сразу идет осуждение какой это уровень о чем это говорит то говорит о том что у человека очень серьезная боль в сердце не принятие других людей правильно и соответственно соответственно это выражается вот в этой жестокости агрессивности в отношении другого человека вот и все обратите внимание все как очень просто в этой жизни видно по этой таблице да то есть вот это и там гнев ярость обвинения других месть жестокость проявляется в нас не только к тем людям у которых была привык кто был причиной всего того что с нами происходит это все может проявиться к любому человеку который попал под горячую руку да вот в чем проблема это я вернулся к пятому уровню в соответствии с очень приятным комментарием а сейчас мы говорим о шестом уровне до принятия в себе дурных качеств для этого нужно иметь определенный уже уровень необходимо уже как-то заниматься хоть какой-то духовной практикой наверное да уже наверное требуется самокритичность определенная и так далее какой-то хоть небольшой на проявление разума да идем дальше седьмой уровень седьмой разочарование в своей жизни или в своей духовной практике разочарование в своей системе ценности если хотите человек думает ну вот я вроде интеллигентный человек я вроде никогда никому не желал зла я вроде никого никогда не осуждал и чего мой уровень стоит да ничего мой уровень не стоит какой я был такой и остался да теперь у человека уже разочарование разочарование не только в своих качествах но и в своем образовании да в своем может быть духовном опыте в своей духовной практике или материальной практике для бизнесмена который считал что он крутой бизнесмен что он умеет все контролировать что он легко борется с любыми конкурентами вдруг происходит разочарование в знании если его фирма обанкротилась его подставили его как бы разорили и он думает ну вот а я то думал я крут и чему это все знания в бизнесе весь этот менеджмент который я изучал да нифига он не работает да то есть разочарование происходит не только в себе но и в тех методах ну которыми мы пользовались на данный момент и они не привели к успеху это седьмой уровень и теперь давайте поймем что ж такое восьмой уровень который естественно вытекает из первых семи апатия быстрые решения не нашли проблему не решили в себе разочаровались в своей практике разочаровались апатия который выражается в парализации действий чувств то есть нам трудно действовать мы становимся такими застывшими иногда тихими иногда буквально мертвыми омертвевшими живыми существами окей апатия многие приходят к этому уровню и тут кризис очень серьезный можно сказать третий кризис или основной кризис здесь два варианта или пойти дальше и мы сегодня выясним как пойти дальше или суци самоубийство ну вот если боль если проблемы на этом уровне не решаются и у человек не знает то о чем мы сейчас будем говорить для многих людей смысл жизни исчезает да поэтому в скобочках поставьте себе что апатия парализация вот деятельность в первую очередь наших чувств ведет к тому что человек хочет расстаться с жизнью он не хочет больше продолжать свое существование очень серьезный кризис но если человек выдерживает это испытание если у него остается хоть какая-то частичка веры если у этого человека есть друзья которые принимают эту боль на себя вместе с ним помогают как-то находится рядом чтоб человек мог выговориться да он говорит об этом а еще лучше если у него вот эта табличка есть вот потому что когда есть эта табличка произойдет очень интересный момент о котором я скажу позже что же с нами произойдет мы в этот момент я не буду позже говорить я сейчас скажу подключим еще один инструмент который есть у нас в сознании называется он разум оказывается у нас есть ум и у нас есть разум тема нашего семинара другая мы не будем здесь подробно разбирать чем отличается ум от разума но кратко я скажу задача ума как инструмента нашей психики соединять чувства с объектами чувств соединять чувства с объектами чувств и поэтому ум хранитель эмоций если мы вспоминаем о чем-то хорошем ум говорит о классно да 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 помнишь как от этого нам было хорошо давай еще раз повторим ум мотивирует нас повторить то или иное действие потому что за ним стоит положительная эмоция вы можете проверить очень легко прямо сейчас как только назову любой объект например смотрите сосна вы сразу видите внутри своего зеркала ума образ сосны видите дерево с длинными иголками если вы еще поддержите этот образ сейчас вы почувствуете запах сосны вот это функция ума и дальше приятно неприятно ну может быть нейтрально ну тогда ну где то есть эта сосна пусть себе и есть а если роза там жасмин еще что то что приятный запах так хочется сейчас взять жасминчик понюхать гортензию и так далее розу вот и все тому подобное да происходит некое желание соединить чувства с объектом чувств так мы думаем о любимых и если любимый человек вызывает положительные эмоции то мы тут же хотим позвонить мы пишем ему я скучаю да 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 а если любимый человек вызывает боль то сразу возникает большее отречение потому что эмоции отрицательны это функция ума у разума другие функции в разуме происходит анализ ситуации и разум имеет память которая что позволяет человеку оценить к чему привели те или иные действия и теперь выбор на уровне разума он другого плана чем это закончилось курил теперь постоянно болит голова не хочу я больше курить да он говорит да ладно а разум говорит ну как ладно все время мигрени или как у меня в свое время было когда я курил координация пальцев как у музыканта ухудшалась и мне разум говорил ну и что сейчас покуришь да и опять пальцы будут плохо бегать по грифу а ум говорил а мы потом пробежимся то есть ум все время искал какие-то доводы чтобы соединить чувства с объектами чувств но в конце концов со временем разум победил и отказался от этой дурной привычки да и так смотрите что происходит если на уровне апатии вот этого парализации деятельности человек подключит разум просто посмотрев на таблицу то так как ум не нашел решения подключится разум а живое существо или думает с помощью ума или думает с помощью разума поэтому тут же отключится ум и вам сразу станет легче потому что включается анализ ситуации это колоссальная помощь когда мы переключаемся с деятельности чувств на деятельность разума итак девятый пункт так как подключился разум и начинается анализ только начинается уже когда мы начинаем немножко оценивать себя видеть какие-то свои недостатки да если человек выживает с апатией то ему нужно приспособиться и вот это девятый пункт приспособление принятие боли если человек по той или иной причине смог противостоять апатии то он начинает жить ему же жить дальше надо а боль идет страдания идут и мы знаем таких людей это тоже стандартный уровень когда люди годами живут с этой болью с этой обидой да но жить то надо жить то надо и поэтому происходит принятие этой боли мы как бы живем с этой болью да и вот на девятом уровне я бы в скобочках пометил такое интересное в сознании трансформация происходит я не только боль если до этого мы полностью отождествляем себя с болью и ничего кроме боли мы не ощущаем в своей жизни то тут оказывается несмотря на то что есть боль можно съесть вкусное мороженое он тоже ничего и фильм неплохой да и работа интересная и я не урод такой ну там я не знаю не такой уж и старый там к примеру и так далее то есть мы начинаем замечать какие-то другие вещи вокруг нас тогда как мы помним на третьем уровне поглощенное состояние мы виделись только эту боль мы были буквально поглощены здесь происходит отслоение отделение и так называем это девятый пункт приспособление к боли и вот теперь когда мы можем функционировать что-то делать без особого энтузиазма без особых положительных эмоций но все-таки можем функционировать да начинается десятый уровень анализ вот здесь если честно сказать я немножко опережал сразу разум вот здесь включается разум да мы начинаем анализировать что же происходит да ведь разум учит нас приспособиться к боли да приспособиться же надо вот если так сяду меньше болит шея если так сяду больше если так потяну меньше она болит к примеру все время мы начинаем приспосабливаться подключаем разум как инструмент анализа вот так вот сидеть так меньше болит да или не буду кричать на жену меньше будет замечать да к примеру человек понимает что вот тут вечная боль ходит вот рядом да страдания от нее одни ну к примеру или муж ходит одни страдания от него и человек приспособиться начинает больше на работе оставаться больше внимания детям уделять чтобы что не замечать это уже функция разума да происходит вот этот анализ и мы его ставим десятом пунктом такое широкое понятие в анализ да куда входит приспособление анализ ситуации придумывание различных способов выживания и так далее если живое существо занимается духовной практикой то происходит очень интересный одиннадцатый пункт помечаем что с одиннадцатого пункта тоже помечу далеко не все смогут этот уровень пройти анализ кармы анализ судьбы поиск причины настоящей внутренней причины почему вы пришли к этой боли почему так произошло это одиннадцатый пункт да очень важный момент в девяносто восемь процентов людей или выдумывают какую-то причину сами все что-то выдумали и успокоились да просто не повезло так интересно вот просто не повезло все вот я просто неудачник все вот весь анализ ситуации кармы там судьбы это очень примитивно на самом деле ничего в мире просто так не происходит для этого есть определенная причинно-следственная связь чтобы это произошло принесите мне водички просите там двенадцатое двенадцатое отделение себя от боли на уже высоком уровне отделение от боли на девятом если вы посмотрите я не только боль я не только боль то есть как бы вас два живых существа боль и вы и то вы боль то вы не боль то есть такой брат который все время на тебя наступает как я не знаю кто то родственник такой конкретный рядом да то двенадцатое это очень высокий уровень многим сейчас будет непонятно о чем я говорю мы видим эти уровни у великих святых да они отделяются от боли а в чем это проявляется в том что они отделяются от боли спасибо в том что у них даже есть сострадание к мучителю милосердие вы представляете когда вы поглощены болью вы не можете никому сострадать такое состояние называется состояние скупца вы жадные потому что вы голодные у вас нет счастья нет гармонии и вы не можете никому ничего дать эта боль заставляет у вас все ресурсы отдавать на противостояние ей теперь же на двенадцатом уровне боль не наносит вам такого ущерба вы не вкладываетесь в нее вы уже научились с ней жить вы уже проанализировали и поняли за что она вам дана вот это входило у нас в анализ кармы жизненной ситуации вы понимаете что вы получили в конце концов по заслугам и что это просто надо пройти да или это ваша миссия или вам дал это испытание бог и так далее да и вы просто не вгрохиваетесь в нее не придаете ей большое значение и поэтому высвобождается ресурс мы видим что часто люди которые по-настоящему счастливы они очень легко помогают другим потому что у них запас есть сытый человек легко отдаст двадцатые печенья съев перед этим девятнадцать правильно но отдать одно единственное если два дня не ел это трудно поэтому вот у гигеля есть такой трактат посвященный Иисусу Христу очень интересный философский трактат и он там объясняет что такое добро и очень интересно как он это объясняет он говорит что когда человек делает добро на добро это означает что он не сумасшедший да это означает что сейчас он не страдает то есть когда мы видим агрессивные комментарии это о чем говорит я же никакого никому агрессии не проявляю но в ответ получаю агрессию это о чем говорит о том что люди которые посылают агрессию они болеют ей им плохо по жизни у них мало счастья да и поэтому вот они вот и выражают эту боль заметьте меня да они агрессируют поэтому гигель очень точно подметил что если человек на добро платит добром то он просто нормальный не больной человек правильно если вам кто-то что-то подарил что-то дал ну странно будет я тебя за это ненавижу господи за что это уже пахнет сумасшист поэтому когда мы на добро платим добром это не значит что мы добрые это значит что мы нормальные а вот когда мы на зло на ненависть отвечаем добром это означает что мы добрые что мы милосердные вот такая разница и вот здесь когда происходит отделение от боли да уходит вот это желание мести надо человек такой занимает такую тихую позицию он понимает что в принципе он заслужил это и что люди просто инструмент в руках бога надо просто терпеть в конце концов главное чтобы не желать это другим потому что это так больно это так ужасно через что я прохожу господи не посылает и другим лучше пусть я за них отстрадаю да появляется милосердие сострадание и желание мести уходит это подпункт двенадцатый в чем проявляется вот это отделение от боли а в тихом смирении да в милосердии желание мести уходит возникает позитивная молитва мы тоже этот в тот раз обсуждали что если на первых уровнях если человек духовен он молится об избавлении боли то здесь он благодарит бога и просит дать силы вынести испытания он не отказывается от испытания он не отказывается от боли а просит сил и благодарит бога да что если ты мне послал эту боль я ее заслуживаю да мне пожалуйста сил это выдержит это позитивная молитва да она смиренная в конце концов мы не ропщим на судьбу принимаем все как есть и это третий подпункт это вот эта готовность терпеть итак тихое смирение отсутствие желания мести это а позитивная молитва это б и готовность терпеть позитивное принятие ситуации это вот три подпункта в двенадцатом пункте и если человек продолжает практику продолжает жить служить богу продолжает исполнять свои предписанные обязанности то происходит очень интересный момент эта боль начинает его очищать и у человека появляется вот эта не сентиментальность как присуща предыдущим уровнем жалость к себе да а появляются слезы благодарности да такой человек чувствует очищение сердца и у него возникает иногда такая спонтанная эмоциональность какая-то эмоция господи как все в жизни трудно сколько же страданий в ней надо людям помогать надо давать им знания чтобы они тоже не страдали у господь спасибо за это испытание да и появляются слезы благодарности это уже вообще позитивная такая реакция она тихая скромная человек никому ничем этим не бравирует не перед кем как бы не красуется это все происходит очень интимно внутри в сердце и 14 уровень вера которая до этого подвергалась испытанию да возвращается в полном объеме и как результат возвращения веры появляется вот это бесстрашие и скачок на новый уровень так как эта вера теперь проверена практикой испытанием та теоретическая вера тот базис который у человека был теперь укреплен его практикой это другая вера это другой опыт это не тереория это практика это теперь становится нашим и теперь кто то нам что-то говорит что-то там до фигня все это чтобы вам человек не говорил Да, у вас есть проверенная вера Она проверена вашим личным опытом Через вот эти страдания и испытания И никто не может вас сбить с пути Вот я так подробно еще раз рассказал эти 14 уровней И мне пришел вопрос На который, по большому счету, я уже начал отвечать И отвечу еще разочек Уже прямо конкретно Сейчас я открою письмо Я несколько раз слушал эти лекции Стадии трансформации ложного эго под глянем боли Эти лекции помогли, поддержали меня не сойти с ума Потому что последние три года циклично прохожу эти стадии В последнее время очень трудно, даже имея все знания Я готова терпеть, но это очень трудно И нету сил, и теряется надежда на то, что это прекратится Потому как всегда невольно начинается новый цикл И все начинается заново по спирали Супер вопрос И мы на него будем отвечать Потому что это касается всех нас И это будет сегодня такой основополагающий момент Представим жизнь как круг Ну, как некую, ну, я не знаю, площадь Да? И вот вся эта территория Как называемая жизнь Должна быть очищена А я бы сравнил жизнь с телом В котором нужно проработать каждую мышцу Чтобы стать, ну, к примеру, сильным, гармоничным человеком Даже физически Для этого необходимо давать нагрузку на разные типы мышц На разные Да, есть стабилизирующие мышцы Есть мышцы, которые работают в так называемом рычаге И так далее И вот те, кто качают мышцы Они знают, какую нагрузку на какую мышцу дать И человек, который занимается спортом Качает мышцы И надо знать, что вдруг Инструктор дает нагрузку ему Хитрую такую нагрузку на какую-то мышцу Эта мышца вообще не работает Он выглядит как дистроф И он говорит Господи, я уже два года качаюсь А тут опять дали нагрузку А я даже не могу там Десять раз это упражнение сделать Да? О чем В чем сравнительный эффект Того, о чем я говорю Заключается в том, что мы должны научиться Что бы то ни было в этой жизни Видеть позитивно Поэтому Послали нам какой-то тип боли или страданий Мы решили эту проблему Здесь мы эту мышцу как бы накачали Но у нас еще миллион других аспектов Не взятых в этой жизни И теперь, соответственно Господь посылает нам следующее испытание Не на эту уже вещь Если эту вещь мы реализовали Тема закрыта Что значит тема закрыта? Это значит, как только на эту тему Происходит испытание Ой, сейчас будет больно И буквально за 15 минут Вы приходите к слезам благодарности Вы мгновенно проходите испытание Потому что вы это что? Уже научились В этом аспекте С этой проблемой вы научились Но тебе приходят следующие проблемы Следующие, следующие, следующие И постепенно человек Видит всю жизнь уже как позитивно На это уходят годы Но теперь представьте И так по многим Многим аспектам жизни Он прошел эти испытания Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии То есть имеется вот это трансцендентное состояние Возвращения веры, слезы, благодарности И так далее Сразу постигает верховный браман То есть постигает природу Бога Он еще не постигает личностные отношения с Богом Но это очень высокая промежуточная ступень С которой весь этот материальный мир Уже он смотрит спокойным, умиротворенным взглядом И так постигает верховный браман И исполняется радость Радость О чем мы здесь и говорим Слезы, благодарность Он знает, что все по милости Бога Что все закончится позитивно У него крепчайшая вера, проверенная во всех аспектах жизни Он никогда не скорбит и ничего не желает А что ему желать-то в этом материальном мире? Да, тут же все двойственно За все надо платить Это получим, зато тут потеряем Тут потеряем, зато тут получим Человек видит все на абсолютном уровне Это не значит, что он робот Но его желание переходит в другую сферу В сферу духовных желаний В сферу отношений с Богом А в материальном мире он просто спокойно, ровно относится К жене, к детям К другим окружающим людям К большим состраданиям, милосердием Да, он видит, что на самом деле Каждый человек так или иначе идет к Богу Каким-то своим путем Никого не осуждает Ни о чем не скорбит Ровный, спокойный, эмоционально уравновешенный человек Он так же, как и мы, может испытать боль Но он очень быстро придет Пройдет 14 стадий Буквально мгновенно Но вы представляете, сколько надо пройти Раз по этой схеме Итак Он одинаково расположен ко всем живым существам Да? Достигнутый этого состояния Человек обретает возможность чистого служения Богу Бескорыстного Почему? А потому что человеку уже у него нет материальных желаний В этом плане он бескорыстен Он никакой выгоды не ищет в этом мире Да, он знает, что все, что положено ему Бог даст Поэтому, естественно, все в конечном счете закончится хорошо Теперь нам скорее нужно разобраться Почему же мы часто не выходим на этот позитив Да? То есть понятно, что сначала Когда первый раз приходит боль к ребенку Или когда даже 20 раз к нам приходит какое-то испытание То, может быть, у нас уйдет год, два, четыре года, десять лет На первое испытание Важно, чтобы оно хорошо закончилось Важно дойти до 14-го пункта Потому что теперь, когда придет новое испытание Мы намного быстрее пройдем эти уровни Когда придет следующее испытание Еще быстрее Это не дешевка, но это работает Иногда люди ко мне приходят Мои подопечные Вот совсем недавно была женщина Она говорит Мне так хочется, чтобы вы меня поняли Вот лично меня Вы знаете, когда на меня кричат Мне очень больно Вот Я достаю эту табличку и говорю Вот, смотрите, да Вы говорите о себе На самом деле для вас, когда на вас кричат Это боль Давайте посмотрим, да Вот вы бываете поглощены этими состояниями Вы поглощены тем, что на вас накричали Вы хотите отомстить Вы ненавидите этого человека Который это сделал и так далее Но это всего лишь третий уровень Так что где тут вы? Эти стандартные уровни проходят все Он говорит Но не все же открыто испытывают боль Да А для вас это боль А для другого человека боль Когда с ним не говорят Не важно причина, которая вызывает боль Важно, что как только вы испытываете боль Вы проходите определенные стадии Итак Берем табличку Поехали Я вдруг смотрю, человек успокоился Почему включил сразу Мы даже не дошли и до разочарования в духовной практике Сразу прошли на анализ То есть постепенно мы научимся очень быстро реагировать На те проблемы, которые с нами случаются То есть когда у меня серьезная была проблема Первый раз Она случилась в 2006 году То, что я сейчас скажу Вы подумайте, что я это придумал Я решил купить плеер для записи лекций Плеер для записи лекций Что может быть безобидней в этом желании? А оно даже духовное Вы знаете, сколько раз мне попадался бракованный плеер? Семь Семь раз Такие страдания, какие я выдержал от этого плеера И я должен был в этом увидеть позитив Да, что слава богу случилось И я понял, в чем был урок бога Но это заняло у меня довольно много времени Сейчас бы я, может быть, решил бы это за 15 минут Ну, понимаете, всю эту проблему осознал Но тогда это заняло примерно 2 недели ада 2 недели ада Да, вы скажете, почему? Ну, потому что меня уже за идиоты считали Мне выдавали плеер, и он опять был сломан И я когда заходил в магазин, он на меня смотрит А, ну, конечно, опять сломан, правильно? Да, да? Посмотрите на этого идиота И он еще думает, что ему дадут назад деньги Понимаете? И так далее, да? И так мы можем застревать на каком-то уровне очень долго И нам, естественно, требуется поддержка Ну, а теперь смотрите, очень важный момент, который Вы сразу можете вынести позитивный Вы можете уже молиться Вы знаете, о чем молиться Вы застряли там на пятом уровне Молитесь, чтобы пройти на шестой Ведь люди, они не знают, о чем молиться Они вообще не понимают, какой у них уровень Очень неосознанно И просто попадают под влияние эмоций Ага, у меня гнев, ярость, обвинение других О, Господь, помоги мне принять Увидеть дурные качества в себе Да? О, увидел, что я дурный О, Господь, помоги мне разочароваться в практике Которой я занимаюсь Или покажи мне, где в моей практике были отклонения Которые так и не убрали у меня дурные качества Что же я не то делаю Из-за чего эти дурные качества так во мне и остались Видите, у вас получаются совершенно осознанные молитвы Технологические На каждом разном уровне Разные будут молитвы Благодаря этой таблице Итак, теперь Вы знаете, это самое первое наставление в Багавадгите Арджуне Арджуна – воин, которому предстоит сражаться Он входит в это состояние депрессии Он не хочет ничего, никого убивать И вообще сражаться И выполнять свой царский долг Он же воин, он обязан сражаться Защищать подданных и так далее Ему это кажется таким дорогим действием Столько за это придется заплатить И он как бы впадает в это состояние скупца О котором я раньше говорил И интересно ему Бог говорит Самое первое наставление Матрас, паршастый, контэши, тошный, сука, дука Он говорит ему Пожалуйста, научи счастье и горе переноси Потому что счастье и горе приходят как времена года То нам хорошо, то нам плохо И первая задача духовной личности Это просто научиться терпеть Вот с этого начинается вообще весь процесс Коль уж мы тут родились Первое, что мы должны научиться Это определенному терпению А почему же для нас так неприятно? Вот эти слова Вот иди сам и терпи Терпилова Да, кто-то сейчас может мне это там записать в комментарии Так вот, оказывается Не все живые существа могут понять то, о чем я говорю И мы можем обратиться к Багадгите К двум очень важным стихам Двум очень важным стихам И я бы был очень благодарен людям из других конфессий Если бы они мне нашли в своих писаниях подтверждение этим двум вещам Согласно Багадгите Есть четыре типа праведных людей Которые способны дойти до 14 уровня И четыре типа асуров, демонов Которые никогда не придут к 14 уровню Значит, наша задача узнать об этих четырех типах людей Которые могут прийти к 14 уровню К осознанию Вот этого уровня Брама Буты Вот этого блаженства Ощущения позитива во всей жизни Что нам в себе надо скультивировать Какое благочестие, чтобы прийти к этому И что нам в себе нужно подавлять И убрать Чтобы не попасть по четыре типа демонических людей Которые никогда не смогут реализовать Позитив в этой жизни И присутствие Бога Хорошо? Вот такая история Значит, мы разберем Успеем, я думаю, сейчас за 10 минут Четыре типа благочестивых людей Это седьмая глава Баблодгиты 16 текст И четыре типа ассуров или демонов Это 15 текст Начнем с тех, кем мы не должны быть С 15 текста, да? С людей, которые никогда не смогут увидеть плана Бога Они никогда не обращаются за помощью к Богу Четыре типа таких людей Невежды и глупые грешники Первый Вторые Низшие из людей Я сейчас объясню, что это значит Третье Те, чье знание украдено иллюзией И четвертое Демоны-безбожники Четыре типа Душкритина Первые Нечестивцы Люди Невежественные и глупые Вот и хлебом не корми Дай какую-нибудь гадость съесть У них тяга Каким-то вот мирским вещам Испачкать весь подъезд Размазать какое-нибудь дерьмо Где-то Понимаете? Что-нибудь сломать Вот этот, знаете, есть знаменитый анекдот Мне так нравится Крепкие Сибирские мужики Купили умную японскую пилу И весь анекдот сводится к тому, что они туда чего-нибудь суют А пила перемалывает И наконец-таки туда лом засовывает И пила ломается Говорит О, вот так вот Сломали А нафига? Зачем вы ее сломали? Да? А вот А вот так Или другой там вариант Идут два друга Да? Опять анекдот И один говорит А ты когда женишься Будешь свою жену бить? Он подумал Буду А друг спрашивает А зачем? Почему? А чего она? Вот и все Вот весь ответ А чего она? То есть Неосознанная жизнь Когда люди грешат И делают всякие гадости Себе и окружающим Понимаете? Просто Потому что есть к этому вкус Вы знаете? В Японии есть рестораны Где вход стоит 600 долларов И вот одна моя подопечная С мужем У нее муж к такой вот категории относился А он богатый очень человек Они захотели А он захотел туда пойти И попросил ее с ним пойти А она говорит Меня вырвало только от одного Когда мы туда зашли От одного запаха Там вот всякое дерьмо Едят за бешеные деньги Понимаете? И так как Это Вы знаете И ты 5000 лет Богудгити И 5000 лет назад Уже такие люди были То есть это не то Что сейчас появились Это определенный тип людей Которые вот склонны К этому вот Дерьмецу Вот им хлебом не кормить Дай вот какую-нибудь гадость Съесть, сделать Куда-то опуститься Вот Знаете, как даже есть Вот в некоторых странах Вот они кита ловят В землю закапывают Вот он наполовину сгниет Его вот потом достают И вот этот запашок Вот этот вкус Людям нравится Да Дальше Есть В Корее Люди Которые Знаете, что едят Берутся две собаки Одна другую съедает Ждут какое-то количество времени Потом Убивают эту собаку Спарывают ей живот И полуразложившуюся собаку Достают И ее вот приготовляют Вот это о них Спасибо огромное за комментарии Жанна, пожалуйста Вот эти все сносочки Которые ребята Милости у меня присылают Собери, пожалуйста Итак, мы видим Что я говорю о вещах Которые подтверждаются Различными писаниями Поэтому то, о чем мы говорим Это универсальные методы Универсальное знание И я вам очень благодарен За широту мышления Да То, что вы слушаете Несмотря на то, что мы Из разных конфессий Итак Вторые Второй тип людей Второй тип людей Их называют Мудхи Мудха Х можно не читать Да И это русское слово матерное Есть такое Оно очень близко С этим мудха Да И это вот такие Сейчас скажу Как точно Они называют Глупцы Просто глупцы Очень интересно Я тоже видел этот тип людей Однажды Я на заводе давал лекцию Это начало 90-х годов И я пришел И на автобусный завод В Подмосковье Где вот эти Какие-то автобусы Лиаза Не знаю где Какой-то Вот точно помню Километр Километрах Стас Двухсот От Москвы Какой-то завод И это прям такая Знаете Цех Не дали микрофон И попросили Вот рассказать О чем Книги там Которые мы привезли И вдруг Среди вот этой толпы Которая была Внизу Побежал Человечек Такой Вот он побежал Побежал Расталкивает всех Побежал Поднялся ко мне Туда на трибуну И говорит Че вы слушаете его Работать надо Работать Вот эти люди Называются Согласны Писанием Не согласны Я не говорю Что не надо работать Но это не цель жизни Вы знаете Однажды пошутил На одной телевизионной Передаче Я сказал Что если Работа Суть жизни Ну давайте Ослу поставим Памятник И я думал Сейчас все Ха-ха-ха Засмеются А мне ведущая Не буду говорить Ее имя Она говорит Вы знаете Вы хорошую мысль Дали Да Труд Сделать Обезьяна Человека Да никогда Обезьяна Не трудится Обезьяна Добывает Пищу Любым способом А дальше Ковыряется В носу Или ловит Блок В соседние Обезьяне Понимаете Она не занимается Этим Идиотизмом Понимаете Вот А осел Занимается Идиотизмом Он привязывает Морковку Перед носом На палочке И он пытается Дойти Но по мере Того Как он приближается К морковке Морковка От него Дальше уходит Вот так его Эксплуатируют А вокруг Это сено И морковь Лежит По всей улице Там Но он Вот за ней И ходит И так Вот те люди У которых Просто нет Время на духовность На осознание Ситуации Они просто Тяжело Трудятся Да И 70 лет Нас этому Учили Советской власти Что главное В жизни Просто тупо Трудиться Просто ходить На работу Во имя чего Какого-то будущего Умерли те Кто трудились Умерли дети Тех Кто трудились И тоже трудились Мы сейчас тоже Трудимся Но мы познаем Себя Я не против Чтоб человек Зарабатывал И Бог не против Но когда Это единственная Вот это вот Постоянная Работа 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 У людей Просто ни на что Больше времени Нет Вот они так Работают 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 То просто Умирают И все И идут На низшие Планеты Да Потому что Какое сознание Такое окружение Вот и все Червь тоже В земле Работает Понимаете Я не хочу Оскорбить Трудяк Я не за Лентяйство Да Но интересно Иногда нам Говорят Что вот Вы духовные люди Да Если никто Не будет работать А вот Бог говорит Всегда будут Те Кто будут Работать Вы знаете В Индии Простаивают Храмы Где пишут Что приглашаются Священники На полное Обеспечение Вы думаете Это легко Это не так легко Но это Человеческая жизнь Она позволяет Вам реализоваться А просто Пилить Одну деталь 250 Там Часов В неделю И больше Ни о чем Не думать Ну как-то Жалко Жизнь Но в любом Случа Это ваш Выбор Мы никого Не осуждаем Мы никого Не осуждаем Это не наше дело У кого Какое сознание С точки зрения Осуждения Но Бог Выделяет Эту категорию Людей И называет Их Неблагочестивыми Бог Да Интересно Что когда Иисус Христос Вам лучше Христианам Знать Да Он просит Павла Или кого Встань Иди со мной Подожди У него семья Была Куда Иди со мной Все апостолы Оставили Своё Служение Близким Иисусное занятие В жизни Да Их называют Мудхами Третье Нарадхамы Это уже Особые Ниши из людей Чьи знания Украдена Иллюзорная энергия К этому типу Относятся Так называемые Учёные Светские Почему Да потому что Вы посмотрите Ну что они Наизобретали В 90% Оружие Для убийства Да Очень мало Что делают Учёные Для того Чтобы мы Стали Более развитыми Духовно Да И прогрессироваться Наука Направлена На уничтожение Изобретаются Различные Не хочу Даже Говорить на эту тему Но Эти люди Я сам Аспирантуру Мехмата Заканчивал Я знаю Что это такое Знаю Этих людей Сколько среди них И алкоголиков И несчастных И так далее Но они такие Кичатся Своим Каким-то Знанием Математики Но Знания Предназначены Для того Чтобы сделать Нас счастливыми А независимыми Вот это Так называемая Независимость Гордыня Делает человек Очень глупым На самом деле В большинстве случаев И не избавляет нас Ни от старости Ни от смерти Ни от болезней И так И четвертый Безбожники Асуры Вот эти Безбожники Асуры Их на самом деле Очень мало В мире Вот нам кажется Что их много Атеистов На самом деле В основном Это люди Обусловленные Первыми Тремя типами А безбожники Асуры Это которые По-настоящему Знают Что Бог есть Но им от этого Очень плохо Они страдают И поэтому Они никогда Не предадутся Богу Не начнут Что-то изучать С этой точки зрения Они будут Постоянно Добиваться Своих Планов Через что? Через нарушение Законов Бога Вот такая история И понятно Что вот эти Четыре Типа Людей Первый Вообще Те кто Любят Низшие Наслаждения Они даже Не будут Слушать У них Из-за Невежественной Жизни Просто не хватит Потенции Слышать О чем Я говорю Вторым Типом Людей Некогда Слушать Они работают Третий Тип Не будет Слушать Из-за Гордыни Они скажут Кто он такой Он академик Он лауреат Нобелевской Премии Чтобы мы его Сейчас послушали Понимаете? А вот Они не верят В Писание Они не верят Что есть Бог У них Украдено Знание Иллюзий Бог говорит Поэтому Они тоже Не смогут Слушать А четвертый Вообще Пометят Меня Где-нибудь Там Скажут Его надо Вообще Уничтожить Раз Он за Бога Вот такие Четыре Типа Людей Безбожников Которые Никогда Не Они обратятся К тому Знанию Которые Мы Сейчас Изучаем С вами И Есть Четыре Типа Благочестивых Людей Которым Мы должны Рано Или Поздно Примкнуть Или Мы уже Находимся В этой Категории А мы Уже Находимся В этой Категории Раз Вы до сих Пор Еще Слушаете То О чем Я говорю Но Чтобы У вас Был Стимул Об этом Послушать Мы Продолжим Это В следующую Субботу Итак Мы Явно Не успеваем Идти По моему Плану Мы Идем Медленнее Я Сегодня Запланировал 16 Пунктов Мы Прошли 5 Вот Но Мы Прошли Их Довольно Подробно Я думаю Многие вопросы У многих Отпали Спасибо Вам Огромное Все В следующее Воскресенье Не в субботу В следующее воскресенье Мы с Вами Встречаемся В то же время В 11 часов И продолжаем Это